Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну блин, она такая быстрая игра, такая динамичная Я думал, что это на самом деле будет выглядеть, ну, игра как... Костельвания, то есть... Метроидвания Медальоны кристалла здоровья Эти медальоны обычно носят воины образца света Магические кристаллы могут быть вставлены в пустые пазы медальона Чтобы надеть владельца, увеличивается паз жизни сил, когда все пять паз будет заполнены Зелеными кристаллами максимальный запас здоровья возрастает Оооо... Подожди, подожди... Значит, я тогда упустил как раз это, да? Так, стоять... Все... Вспомнил... Так, медальон... Серебряный кинжал Эти кинжалы были сбалансированы для метания с необычной... С необычайной точности Они заготовлены из серебра, а частички мощи святой... С... Частички... Мощей... Святых скрыты в их рукоятке Все это наделяет оружие разрушительной силой против сверхъестественных существ Особенно являются... Потомками... Т и М Ну, блин, почти ничем не отличается, ладно Потомками темного владыки оборотней Так, я смотрю рукоятка Основу боевого креста Хотя большинство членов браса использовали Традиционное оружие Габриэль был одарен боевым крестом Тяжелый метательный металлический распятие Внутри которого спрятана выдвижная цепь Сам крест был одной из первых реликвий, полученные братством столетиями ранее Его происхождение так до конца и не было выяснено Но, по слухам, он был выкован из гвоздей Железная цепь Изначально крест не имел цепи И поэтому был не очень эффективным оружием По крайней мере, против более мирских угроз Один из первых его обладателей Ремесленником братства по имени Рональд Гандольфи Изготовил для него ставшую уже традиционной цепью Железная цепь была его первым дополнением И во время его ковки каждое звено погружалось в святую воду А затем благословенно, чтобы придать оружию более мощь и борьбу с нежностью Так, а другая... У нас ука цепь, да? У нас, то есть, наконечника нету Окей Свиток рыцаря братства Было что-то в воде Нечто ужасное Я видел, как люди затягивало И больше остались и следа Эти твари можно определить только по пузырькам Или рябе на поверхности Я полагаю, следует переждать, пока они не пропадут После чего можно проходить трясином К сожалению, из-за ядовитых испарений Их нельзя обойтись стороной Так что необходимо быть осторожным Осторожным и выжидать удачного момента для продвижения вперед Черт, я знал, что иду в верную смерть Но хотя бы погибну в бою А не проглоченным этими болотными тварями Стоп То есть вы хотите сказать Я должен был в игре это смотреть То есть на каждом уровне я буду находить такой свиток А общий Класс А, видите, он еще прыгает Если я прыгнул, допустим, вперед Я не могу быстро поменять направление Окей Буду знать Ну если что, я могу тогда... О, принц Перси, здорово Кости Граната Дымовая, походу Новый объект А, когда он кидает, то есть сразу могу подобрать, да? Так, ладно, три ножка у меня есть Дальше с упадет и с воды что-то херня появится, да? Окей, я понял Ну, дракон валяется На яда Размер малый Сложность Ерентная А средняя Большая часть опасности На топе Связана с существами, известные как Наяды Эти твари обычно пассивные Они неприметно залегают на дни реки Или же в укромных, лошиных, зеленых местах В ожидании, пока кто-то не пройдет по ближности Когда они подают их несчастливым жертвам лапы Представляют ветвями Из-за чего Те вскоре тонут И съедаются В давние времена эти Эти тогда Еще прекрасные создания были объектом поклонения И жертвования в их честь Но, если честно, они забыты людьми И превратились в злобных хищников Пожирая как людей, так и зверей Блин, ну Блин, я не знаю А, так это корни вообще Лучше бы они сделали А, вот и бестиарий Тьф Здравствуй Все-таки тут бестиарий есть Это в дополнительном Нихера не понял Что за бред? Как мне книгу открыть Посмотреть Бестиарий Так, книга путешествий Кай, игровое меню Бла-бла-бла Поглощение магии Бла-бла-бла Дополнительное оружие Бла-бла-бла Короче Не ебу Когда пойму Я вам скажу А, сейчас кнопки Просто все попробую Минус ночек Так, начнем с того, что я в воде не могу драться Как я понимаю Второй момент Мне интересует Как мне тогда это пройти Так, это ядовитые Да, я понял Ага А, то есть я наоборот Должен двигаться Когда бульбышки Да Я должен двигаться Когда бульбышки Но откуда я мог знать Я лично не знал Угу У меня вопрос на засыпку Куда мне идти Ну, я пойду сейчас Отхилюсь Это понятно Да, все-таки Когда бульбышки Можно двигаться Я думал Когда вообще Ничего нету Ладно, давайте Сюда пойдем Просто перепрыгну Это дело Я понял Ядик Мне бы вы на самом деле Вообще понять Правильно я иду в ту сторону Не в ту Окей, представим Я пошел не в ту сторону Да Просто представим Так, сейчас Бульбахи Пройдут эти Я сейчас перепрыгну Это все дело Бульбышки 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 И тоже Я не понимаю Что мне нужно кликать Когда вот эта херь Происходит Мне так Если подумать Так уж Четко не говорят Сраный яд Но если там Хилка По-любому Туда и надо идти Бля Я сейчас На бульбышки Попаду Спасибо Что пытаетесь Мне Сказать Какую мне Клавишу Сторону Нажимать 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 Типа Здесь До хера Обходных Путей Я не понимаю Я вижу Но я не понимаю Сраные Непонятные Развилки Не шаря Не шаря Ладно Пойдем сюда Надеюсь 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 Я вернусь Не в самое Начало Откуда Начинал Свой путь Что? Что? сжимать больше просто и вовремя нажимаем ты да типа я понимаю так я не понимаю а сейчас эта херя пропадет бейт вот я отсюда пришел нет что ясно один уровень и это одна серия я потерялся бредятина ладно по болот тогда в ту сторону пойдем сложно я не могу понять запутано место он еще идет неру не равноценно а да ладно я еще и секретный проход нашел привет приятель чё у тебя тоже кристалли чик жизни то есть даже здесь есть такие повороты которые вообще нихера не видно на удивление как я вообще туда решил пойти так ладно давай я слышу звук трески какой-то походу а это если я пошел на камешки да да и 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 ну все ходу всем так назад как я понимаю пути нету привет так сзади да сзади западня тоже будет я понял окей подберите гранату а в дерево руки мне нужно туда так а я сделаю сюда проход а то есть у меня было два варианта как сюда попасть логично что у меня я могу туда пойти на пойду сюда так писанином светок рыцаря братства на в этих болтах расположены мавзолеи которые годами не тревожили гардин гардинал вальте сообщил мне что легендарная ремесленник ринальда гардольфе во время своего визита состав сотворил здесь могущественную реликвию которая может тому поможет тому кто владеть боевым крестом признаюсь я очень напуган многие мои товарищи поле по пути я задаюсь вопросом не окажется ли это бессмысленной поручением роковых и для меня ну слушайте значит мы должны еще два найти и я понял короче нужно нажимать право короче обычную одноударную кнопку все это легко оказывается и не нужно умирать тупое болото непонятное болото но за мной все равно что-то следит что-то здоровое а я понял секретные проходы тут тоже должны быть слышу какой-то блеск да 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 точно но я могу пойти так я мог пойти так окей при сами я могу спрыгнуть вниз представили представили там была пещера нет показалось по факту я могу туда пойти но я упаду и скорее всего умру поэтому я лучше хочу еще узнать что у здесь храм ну он сказал там реликвиям мне было сказано что там реликвиям хочу реликвиям не я хочу таки назад а вернуться обратно я же не могу что там а ну прости меня брат мне это нужно больше чем тебе Поехали. Сила света, да? Ну, похоже на молнию. А, наконечник дали. Найс. Крюк. Эта реликвия была также изготовлена известным ремесленником Ринальду Гальдольфе. Да я понял. Продвижный металлический наконечник может использоваться для захвата удаленных объектов или противников, что придает боевому кресту свойства крюка. Это также позволяет владельцу спускаться, подниматься и раскачиваться. Неплохо. Эта точка захвата подойдите ближе, чтобы воспользоваться ею. А я не хочу. Оп, стая, тут что-то есть. Сраные проходы, которые нельзя пройти. Я хочу что-то здесь еще найти. Короче, только вверх-вниз. Окей. Основные персонажи. Габриэль. Габриэль. Еще младенцем он был найденным, брошенным у дверей одного из монастырей Братства Света. Неизвестно, как были и его настоящие родители, некоторые подозревают, что он был нежеланным ребенком одного из богатых землевладельцев. Вероятнее всего из семейства Крон... Крон... Викстов. Но этому так и не нашлось подтверждением. В ордене мальчика нарекли в честь архангела Гавриэла и вырастили его как одного из своих. Не по годам развитый ребенок, он оказался удивительно способным и чрезвычайно быстро постигал боевые искусства. Габриэль взял себе фамилию Бельмонт из-за своей страсти к горам и их вершинам. Склоны к дурному распоряжению духа и резким переменам настроения. Габриэль был сильно потрясен смертью своей возлюбленной Марии. Он отправляется в поиски... В поиски по просьбе старшего братства с жаждой мести. Мария. Мария. Мария, младшую из дочери богатого купца. Всего привлекала доблестная природа братца Света, будучи любопытным. И подвижным ребенком она часто убегала от своих обязатель... Эээ... С твоих обяза... Обяза... Обязаностей! По-домашнему хозяйству и помогала монахам, выпекая хлеб и прибираясь. В один из таких визитов она встретила юношу, который позже стал ее мужем. Сироту по имени Габриэла. Двое молодых людей были просто созданы для друга. Они росли вместе и строили планы на будущее. Им суждено было сбыться, когда в одно прекрасное утро... С богословения обоих ее родителей и братства... Они обвенчались. Мария была хорошим средством против дурных мыслей Габриэля. Часто одного ее смеха было достаточно, чтобы разогнать сгущающие тучи. Теперь, когда Мария трагически убита, Габриэля проснулась жажда мести. Бестиарий. Слабый оборотень. Слабый оборотень, средняя, низкая. Эти существа были людьми. Заражены вирусной инфекцией, известной как волчий гриб. Она передается обычно со слюной оборотня при укусе. Есть старая поговорка на этот счет. Если тебя укусил оборотень, то лучше дай ему себя загрызь. Как и большинство поговорок, она вероятно правдива. В течение всего несколько минут после заражения происходит обращение, после чего в сознании жертвы остаются лишь инстинкты безжалостного хищника. Великий Варг. Великий Варг. Большой средний. Варги. Основная сила крупных отрядов оборотня. Некоторые из них благословены самим темным владыкам, получив от него в дар возможность исцеления ран и увеличения силы. Из-за особенностей такого благословения, эти способности усиливают в полнолуние. Ясно. Варги. А чем... А, это Великий Варг. Немного известно об этих жестоких водкоподобных зверях, кроме того, что они появились вскоре после прихода темного владыки оборотней. Несмотря на свою дикую внешность, Варги вполне разумные существа, которые слабые оборотни приручили, чтобы ездить на них верхом во время битв. Варги свирепы создания, атакующие противника своими острыми, как бритого, когтями и смертоносными клыками. Гоблин. Гоблин малый и низкий. Эти... Чедушные, злобные, спыльчивые существа обычно избегают людей. Гоблины строят свои хижины в корнях деревьев, либо в покрытых мхом влаге, и предпочитают охоту стаями. Хотя не выдают агрессивными, если их потревожить, обычно гоблины стараются держаться подальше от человека. Гоблины являются видом на грани вымирания, и вскоре уйдут в историю и легенду. Наяда, так Наяду мы читали. Болотный тролль. Болотный тролль. Бла-бла-бла. Болотный тролль редкий под... Под вид более крупного пещерного тролля. И хотя они внешне похожи на своего сухопутных братьев, густая шерсть уступила место слизистому шалеобразному покрытию, которое лучше приспособлено к влажным среде их обитаниям. Болотные тролли свирепы и укусы... Так. Искусны в бою, несмотря на свой внешний вид. Короче... Подожди, у него сопротивляемость? А-а-а, ребят, у него сопротивляемость к шипам. Вот видите, здесь сколько можно урона нанести, то есть... А здесь нихера, здесь у него защита к этому. Иммунитет. Ау. А-а-а, ребят! А-а-а, ребят, у него вторая фаза проснулась. А-а-а, ребят! так вправо 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 окей с горе пополам и я как-то с этим справился улучшение даже есть прикольная задумка блин то видно что что проход есть может там что-то есть но нет цик тирков от короче свое внимание пытаться показать на вот этот проходик снова назад назад как будто там ничего нету сделали бы лес или тупик я не знаю какой-то полетушки сейчас будут хотя тут и перепрыгнуть просто мощно давай там все врубился а а и у в это у на цепь немножечко я скажу так непривычно немножко управление непривычно ой а четыре этих нашел найдено реликвии увеличено количество продвинутые приемы ясно базовые приемы так стоит а ну это спуск поэтому интересно вот это может приходиться против здоровых ну что давайте тогда думаю на этом закончу поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока